Я на улице вышел из дома 13 января 2022 года, и время уже 4 часа примерно. Вот там это 21 этаж, однотажный дом. Каждый раз смотрю на них. Ну, видно, где там людишки шевелятся маленькие. Как они там не боятся, мне отсюда смотреть страшно. Там вон ходят где. Страсть какая. Вот это груз им подают. Вот он. И прям по краешку отсюда видно, люди ходят. Ой-ой-ой, помилуй, Господи. Сегодня был в краевой библиотеке, стоял на улице и смотрю, вот так вот небо поперек, как распаханное. Белая полоса, и поперек летит след инверсионный, называют, от самолета. А тут нет никакого самолета, а расплывшие-то такие, ясно видно, дорожки. Красиво выглядит. Сколько их тут? Из-за горизонта скрываются. А ветер в ту сторону дует. То есть они прошли эти, ну не знаю, как назвать, дорожки. Видно, что это искусственные. А может, облака такие не бывают. Так маленько расплывшие-то, а посередине видно, где середина этого идет. И прям над всем городом. От горизонта до горизонта. Вот как бывает. Раньше бы люди испугались, бы сказали, кончина мира какая-то. А тут большой аэропорт, самолеты все время летят. А это один за другим. Рядом, рядом. Одна за другой, другой. Полосы, полосы, полосы. Из-за горизонта. Еще специально же никто не будет это делать. Господь может украшать небо, чтобы мы взглянули на небо. Сегодня были мы в трех организациях. Там нужно было везде хорошо приняли. И делу дали ход. Большие организации. Господь как делает? Познакомился с новыми людьми. Ну, просто с большими людьми. Господь так. Потому что мы уходим, люди за нас молятся и все. А там красивая эта барка называется. Вот. Ну, если плохо видать, то вот она как. Как корабль плывет дома. Ну, 15-16. А тут 21 этаж. И ночью тут фонари горят только. А тут я отхожу. У меня на крыше голуби сидят. Холодновато. Вот они сидят. Вот, может быть, видно будет их. Клюют. Может, не видать даже. С него целый день сидят. Поить не надо. А тут голубка вылезла. И вот когда дверку вот открывали, и туда, видно, кот залазил. Самые ручные такие. Хорошие головы были. Хорошо. Прямо летят на руку, садятся. И ни одного нету. Коты всех пожрали. И никто не знал. Только видела, Любовь Николаевна, как тащат они. Я нашел у них три кузницы, где они молотили. Это снег. Это Сибирь. Алтайский край. Красивый город Барнаул. Куда не посмотришь. Ну, красивее, кажется, вот это угла. Рядом вот. Мост такой чудесный. А это у меня кормушка. Такая. Кормушка-то настоящий ароман. Малыш сделал, я привез. Как домик. Ну, я брошу сюда, сыплю зерно, семечки. И они, голуби, слетают и съедают. А голубь куда угодно могут лететь. А воробей-то он такой, тихоходный дома. Вон они летят как. Я так осмолотил вот такой вот столик. И туда вот эти перекладинки. Воробьи свободно залетают, а голубь остерегается. И все. А тут взял, вот здесь насыпал, когда я ему в окна. Голуби залетят и съедят. А я взял, увеличил вот эту высоту. И голубь туда не достает. А слетать туда боится. Ну и все. А тут вторая вот эта вот кормушка, которая есть. Вот эта вот поднять туда крышка. Там семечки. О, уже сегодня все подобрали. Зерна и так мало. Ну и сыплю. Еще пока. Вот она как. Это домик такой настоящий. Это Роман Малыш сделал. Он мастер такой был. И туда два окна. Вот два, видать. Вот окно и вот. И туда я насыпаю через побежок семечки. А они здесь. Собираются. Много. У меня целый большой мешок семечек. Евгений Алексеевич Долгов. Фермер. У него, кажется, 6700 гектар. Добрый человек. Помогает мне кормить. У нас везде вот такие надписи. Вот что я снимаю. Никогда еще не жалел. Потому что многие находят здесь для себя утешение. Вот еще маленько покажу. У-у-у. А там один залез на самый край. На этот. Вот он. Ой-ой-ой. Это там 20-30 этажей будет. И ходит он по стреле. Что-то у него застряло. Не опускается, видимо. Вот это вот. Наверное, пошел что-то там определять. Ну, видно, что человек шевелится. Первый раз вижу, чтобы там на стреле был человек. Зря он там не будет. Вон, видно, что наклоняется. Спасибо, Господи, помилуй. Отважные люди. А то говорят, все, пропала Россия. Э, нет. Не пропала. Я сегодня был такими директорами, встречался. С такими большими начальниками. А зачем ходил? Скажут, зачем? Затем, чтобы дали мне бумагу, справку. Или как называется. А что? Что они помогали мне прошлые годы по лагерю. Только скажу, что везут и продукты, и все у меня было. А без государства, сами они по себе. В частном порядке. Поблагодарить. Где занятия вел, в университетах. Вот. Где книги даренные были, большие организации, чтобы подтвердили, что вот мы не для себя работали, а люди пользуются. Вот он там, мужчина какой-то, конечно, не женщина. Вон он. Я думаю, видно будет. Вон, видно, что он идет дальше. И вот эти люди приняли, уже документы взяли там, ну, краевой отдел юстиции. Это министерство целое. Ну, пришлось три раза ходить. Все сделали, как надо. В печати, как на бланке. И все, что я начальник детского лагеря был. Сколько лет подтвердили, что староста общины. С меня просят люди, если знаете ли, такое, чтобы подтвердить. Вот все подтверждается. Документы. Документы везде нужны, чтобы люди поверили. Гули, гули, гули. Вот она моя гуля сидит. Ай-яй-яй. Вот это руки мерзли. Ой-яй-яй. Ну, неужели вот это вот еще будет так вот стоит все. Такое все хлипкое. Вот эти вот только арматура торчит, они заливают. А остальное это так просто, дыры залатают. Я сам прорабом работал. Тогда у нас этого не было. Больше пяти этажей не было. Я считал, у мусульман, где-то больше трех, что ли, этажей не разрешается. Или где-то что-то. Не дубаикла, по крайней мере. И правильно, со землетрясения это все рушится. Кот какой-то облезлый к нашим лезет. Наши автокорны два под полом. Тут трое. У меня двое. У Надежды один. Вот считай, сколько у нас. Четыре котенка были. Забрали. Люди приезжали. Дали. Мы даже не знаем, кто они такие. Один мужик вытащил там десять копеек, что ли. Дескать, возьмите. Копейка. Зачем? Ну, чтоб прижилась. Суеверие-то. Нет, возьмите. Положил и бежать скорее. Дескать, не даром. Мы даром отдали. Десять копеек-то мы ее не взяли. А ему, ладно, пускай. Все как у Бога высчитано. Вот рядом хотел показать трехэтажный дом. И стали нас пугать сильно. Видишь как? Это луна. Луна. Вот такая елка. Готовая. Я приехал. И вот этот. Его, видать, он там. Заня как трехэтажная. И говорят, у него там, ну, это как. Ну, там всяко утешительные такие там. Полуголая женщина по столбам лазит и прочее такое. И он решил расширять вот за счет нашей территории. Ну, я запрос сделал в город. Там ответил сразу мэр города. И говорит, нет, ничего не намещается. Я вот сегодня приезжаю. Как он теперь не строится? А его нет, говорит, помер. А как помер? Не знаю, помер. Он раз в два моложе меня был. Построился. Грузин. Ну, что сделаешь? Курил много. Может, он что-то зацорен. Финтен. Ох! Ну, что-то... Ну, что-то... Ну, что-то... Продолжение следует...